Вы в том числе занимаетесь созданием маркировки для Евразийского экономического союза. А есть ли какая-то статистика, в какой из стран Евразийского экономического союза в связи с этими действиями всё-таки стало меньше всего контрафакт? Нам кажется, что на основании доступной нам информации, что здесь Россия занимается скорее лидирующей позицией. По сигаретам, например, с 2019 года до конца 2022 объём нелегальной продукции снизился в полтора раза практически. Здравствуйте, это программа «Евразия дословно». Меня зовут Анастасия Стурова, и сегодня мы беседуем с Михаилом Дубиным, председателем совета директоров Центра развития перспективных технологий. Здравствуйте, Михаил Андреевич. Доброе имя. Ваш центр занимается маркировкой товаров. Вот как это помогает влиять на ситуацию на рынке? Становится ли меньше нелегальной продукции? Ну, ЦРПТ, да, занимается рядом проектов. Маркировка один из таких проектов. У нас есть соглашение ГЧП с государством. Заключено здесь было на форуме, получается, 4 года назад, в 2019 году. И мы видим, что система внедрена в тех отраслях, где присутствует. А на сегодня, с учетом пилотов, это 15% пунктов несырьевого ВП страны. То есть достаточно уже такая массивная, массовая история. По сигаретам, например, с 2019 года до конца 2022 объем нелегальной продукции снизился в полтора раза практически. И очевидно, что это помогло сбору акцизов в существенной степени. В молоке мы видим, что данные, то есть мы интегрированы с системой ветеринарных сертификатов, в Меркурию мы прослеживаем, сверяем, например, объемы продукции, расхождения. Мы видим, что за год количество таких расхождений сократилось в три раза. Тоже, собственно, показатель весьма значимый. И видим также по другим отраслям весьма убедительную динамику. Это касается и обувных товаров, и легкой промышленности. Вот система «Честный знак». Как она работает и как она помогает потребителям защищать свои интересы? Ну, потребитель, конечно же, является наравне с государственным бизнесом одним из основных выгодоприобретателей у всего проекта. Есть мобильное приложение «Честный знак». Уже порядка 10 миллионов людей им его скачало и пользуются. Есть целый ряд полезных функций, которые направлены на улучшение, собственно, на то, чтобы можно было проверить легальный товар, нелегальный, и оценить его качество. Например, там сейчас идет рекламная кампания, это не реклама, но тем не менее идет рекламная кампания, приложение и государственная функционная система, где мы показываем, рассказываем о возможности поиска лекарств вблизи вас. Там можно посмотреть и среднюю цену, в каких аптеках есть. В общем, ну, такой достаточно удобный инструмент для потребителя. Также для молока можно посмотреть ветеринарный сертификат, можно узнать срок годности. И, собственно, мы в скорости планируем расширить интеграцию, чтобы можно было увидеть, откуда сырье для этой молочной продукции. То есть делаем все для того, чтобы приложение было и удобным, и полезным. Ну, конечно же, это в том числе помогает при развитии дистанционной торговли, электронной коммерции. То есть действительно можно с этим приложением прийти в магазин и вот приложить к чему? К штрих-коду? Код датаматрикс, такой квадратный, там, точечки белые и черные, которые есть на товаре, и узнать фактически об этом товаре. И все, что знает о нем государство. То есть приложение – это неотъемлемая часть государственной информационной системы. Оно внедряется для как раз пользы потребителя и повышения знаний, информированности о качестве и безопасности продукции. Михаил Андреевич, будут ли какие-то новые группы товаров, которые тоже будут маркированы? Ну, правительство приняло буквально недавно, публиковало ряд постановлений о расширении списка товарных групп, подлежащих маркировке. И буквально с 1 сентября, когда-то, в старт обязательных требований, вступает в силу маркировка БАДов, биологически активных добавок, детской воды, антисептиков. И стартует регистрация в системе сладкой воды. А также обязательно маркировка детской воды будет. И при этом, напомню, что идет эксперимент по маркировке икры. Тоже в какой-то момент, я думаю, что она станет обязательной. Но это уже в следующем году. А хватит ли в этом случае оборудования, чтобы оснастить бизнес? Ну, конечно, хватит, потому что оборудование есть доступно, причем оно есть из дружественных стран. И мы, в том числе, занимаемся вместе с Минфрукторгом локализации. Поэтому уверена, что оборудования и расходных материалов достаточно. Расходных материалов у нас вообще есть на полгода запас, специально сформированный под все отрасли и рынки. Мы постоянно держим такой буферный запас. То, что касается доступности оборудования, оно есть в наличии. У нас больше 150 партнеров. Даже год назад больше 50% входов наносились на оборудование и расходных материалов из дружественных стран. Сегодня этот процент больше 80. Мы на этом не останавливаемся и планируем дальнейшую локализацию оборудования. Вместе с Минпромторгом и Фондом развития промышленности ведем такую, собственно, программу. Есть запас полугодовой для всех расходных материалов, основных и запчастей для всего рынка, который мы постоянно пополняем. Но при этом, конечно же, такие сроки, они к внедрению берутся не с потолка. Для рынка делаются всегда специальные комфортные условия. То есть, если посмотреть, то есть, например, по сладкой воде внедрение растянуто на год. То есть, там, первый этап. С 1 сентября начинается только регистрация. В реальности 1 декабря первый этап – это полгода принять постановление. По нашему опыту, по другим товарным группам, этого больше, чем достаточно для того, чтобы заказать оборудование и внедрить. А, собственно, заключительный этап по сокам, он вообще в июне следующего года. То есть, ну, достаточно много. А вот на этап, который в этом году, декабрьский, там есть пересечение большое по линиям производства с пивом и с другой водой. То есть, больше 62% так или иначе все равно этих линий задействованы в маркировке другой продукции. Поэтому, ну, кажется, что это много производителей. В реальности гораздо меньше тех, которые совсем не знакомы с маркировкой. А вот сладкую воду вы упомянули в связи с маркировкой. Станет ли она стоить дороже? Ну, это такая традиционная фобия, что маркировка – это огромные затраты по этому подорожанию продукции. Вот мы на примере, в общем-то, уже большого количества товарных групп, которые внедрены в ряде стран, не только в России, видим, что эти опасения, они не подтверждаются. Вот, в воде мы считали, прогнозируем, что влияние на потребительскую цену будет меньше, чем 0,2% пункта. То есть, да, будет сказать, что это никакого влияния нет, но, конечно, это во много-много раз ниже инфляции, поэтому потребители это не заметят. То есть, речь идет о нескольких десятках или просто о нескольких рублях? Нет, 0 – это существенно меньше рубля, меньше 20 копеек. Вы в том числе занимаетесь созданием маркировки для Евразийского экономического союза. Вот какие страны сегодня сотрудничают с вами? Ну, маркировка в Еврозес внедрена уже достаточно давно, есть соглашение маркировки. Вот, собственно, такая наднациональная конструкция. Маркировка по разным товарным группам внедрена во всех сегодня странах Союза. Мы рады, что технологии, собственно, используются одни и те же, за исключением Беларуси. То есть, в Беларуси у нас используется схожая технология, но не наша изначально, а в других странах. Так или иначе, технологии имеют российские корни, и это обеспечивает скорость и доступность внедрения. То есть, Беларусь, а кто еще? Ну, Армения, Киргизия, Казахстан. Еще у нас есть ГЧП в Узбекистане. Сильно отличается маркировка? Маркировка, технология одна и та же. Просто, ну, странные в зависимости от своих потребностей и рисков, угроз, выбирают маркировку тех или иных товарных групп. Сам список товаров не совпадает. Не всегда совпадает. Какие-то результаты есть уже тоже вот этой работы в Евразийском экономическом союзе? Стало ли у них меньше контрафакта? Ну, конечно, собственно, объем нелегального оборота снижается. Это касается там в Казахстане сигарет. Мы видим, ну, это не Евразийск, но, тем не менее, в Узбекистане, что сильно очень растут сборы по алкогольной продукции. Там ожидается старт маркировки с 1 июля сладкой воды. Тоже, думаю, что будут достаточно серьезные бюджетные эффекты. Ну, и суть по тому, что Киргизия планирует расширять маркировку, понятно, что страна также удовлетворена как раз тем, что система не длина и работает. Армения запускает только в этом году. Запущена сигарета, мы смотрим на эффект, но мы знаем, что, собственно, они планируют развивать количество товарных групп достаточно существенно. А есть ли какая-то статистика, в какой из стран Евразийского экономического союза вот в связи с этими действиями все-таки стало меньше всего контрафакта? Ой, вы знаете, такого сравнения мы не ведем, вот, где меньше всего контрафакта. Разные все-таки способы измерения, не везде едины, стандартны. Но нам кажется, что, ну, на основании, там, доступна нам информация, что здесь Россия занимается, скорее, лидирующей позицией. Большое спасибо вам за беседу, Михаил Андреевич. Я напоминаю, это была программа «Евразия дословная». Мы беседовали с председателем Совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаилом Дубиным. Оставайтесь с нами вместе. Интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова